Большой юбилей 80 лет отметил архивный отдел аппарата администрации Ненецкого округа. В свой юбилейный день сотрудники архива принимали поздравления в рабочем режиме. На расширенный семинар совещаний, где обсуждались вопросы о деятельности отдела, изменения, внесенные в правила организации хранения документов, а также работы с обращениями граждан. С хранительницами истории удалось пообщаться нашему корреспонденту Любови Пермяковой. Главная хранительница 85 тысяч единиц уникальных документов Татьяна Журавлёва признаётся, что за 8 лет работы в архивном отделе успела влюбиться в свою профессию. Работа необыкновенно интересная, потому что ведь говорят, что архивисты владеют всеми тайнами. Не все документы ещё открыты. И, конечно, внимательно работая с документами, можно проследить всю историю развития округа. Какие веяния, в какие годы, когда, что, как изменялось. И это очень интересно. По словам Татьяны Юрьевны, ежегодно архивисты НАУ исполняют около тысячи запросов, в том числе поступающих из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа. Цели исследований достаточно обширны. От формирования истории отдельных предприятий в округе до написания биографии выдающихся деятелей. Помогает в большом архивном объёме найти нужную информацию одна из сотрудниц архивариус Раиса Чуклина. Все организации, все на основании наших документов пишут своё образование, преобразование, свои исторические справки. Это всё на основании наших документов. Раиса Захаровна – человек-энциклопедия. Ведь за 40 лет работы через её руки прошли тысячи документов. Хранительница истории признаётся, что из архивов можно узнать не только исторический, но и интересный факт. «Первый съезд у нас был окружной, когда приехали или не воды с тундры. Конечно же, их разморило. Они сидели в своих малицах. Говорил выступающий представитель Крисполкома. Потом, значит, на ненецком языке, я потом сказал, ну-ну, не спать, опять заспали. Видимо, их разморило и заснули». Но не только интересные факты. Историю предприятий и организации округа можно найти в архиве. Всё чаще, по словам сотрудников юбилейного отдела, к ним обращаются простые граждане для того, чтобы восстановить свою родословную. Светлана Хабарова, бывшая сотрудница окружного архива, за 30 лет работы в хранилище помогла найти корни десяткам окружных семей. Восстановила историю и своей семьи. «Ну, дворянских корней в нашей родословной не прослеживается. У нас все, у меня все родичи были рыбаками. Ну, на севере Вандиги – это рыболовное хозяйство, рыбаки, вот это и всё, больше ничего. Ну, а последнее, более последнее – это данные, так это уже и в других отраслях деятельности люди занимались. Но я непосредственно занималась не только родом Хабаровых, но и Шаламовых. Это старинный род когда-то был в округе у нас здесь. Вот, был богатый оленевод Шалама, в свою очередь. Я доходила примерно до начала 17 века». Также наиболее частыми остаются обращения граждан, связанные с социальными гарантиями. В первую очередь это сведения о зарплате, о подтверждении стажа, о том, что та или иная организация находилась в районе Крайнего Севера. В случае, если организация ликвидирована, документы поступают на хранение в архив. К таким относятся лесозавод и рыбокомбинат, межколхозная передвижная механизированная колонна, межколхозное производственное объединение, комбинат бытового обслуживания и другие. Сегодня в архивном отделе работает пять сотрудников. Неравнодушных, влюбленных в своё дело, готовых, если понадобится, изучать тысячи документов. Это значит, что история округа в надёжных руках. Елена Семёнычева, Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.